Всем большой привет! Давно не было распаковок на моем канале и вообще, мне кажется, таких прям косметических покупок, потому что в последнее время постоянно покупала парфюмы-парфюмы. Ну вот, я решила сделать парочку заказов. Еще ко мне кое-что едет с сайта Revolution, так что ждите. А сегодня мы с вами распакуем небольшую посылочку с сайта Sephora. Давайте будем открывать. Не обращайте на мой пальчик, точнее на мой ноготь. Здесь мне пришлось отпилить, потому что он у меня вот так вот откололся. Тем не менее, я сегодня буду переправлять. Сегодня или завтра посмотрим, как по настроению будет. Маникюр буду переделывать. Тоже, наверное, снова выполню классический френч. И так удобно. Смотрите, целую неделю, чуть больше недели проходила я с этим френч-маникюром и ничего нигде не откололось. Только у меня, я здесь говорю, уже сам ногой сломался. Немножко послушаем. Все-таки гелевый маникюр, конечно, занимает время, но тем не менее, он в порядке, как бы дает выглядеть в порядке вашим пальчиком. И если, допустим, просто, да, лаком красить, то тем не менее, там, уже на второй день, вот целый день, если вы проходили с маникюром, да, на второй день уже получается, там, скулы различные. Некрасиво уже нужно переделывать. То есть вечером нужно уже подогадавляться, а иногда бывает нет просто на это времени и сил. Не только времени, но и сил. Все-таки после работы, да, когда работаешь пять дней в неделю. Вот, поэтому гелевый маникюр, конечно, в этом деле спасает. Вот неделю отходила, все прекрасно. Так, сегодня не про маникюр. Знаете, мне не хотелось вставить. Та-да-да-да. Ой, вы уже увидели. Блин, я хотела в конце сначала, ну, хотела посмотреть с вами подарки. Ну, ладно, вы же видите, что там у меня лежит какая-то маленькая палетка. Решила себе заказать палетку от Too Faced Teddy Bear. Она стоит в Sephora, обратите внимание, всего 25 евро. Я думаю, за такую цену уж точно нужно брать, потому что даже в тени BH Cosmetics в порой можно приобрести такую цену. Я, конечно, если сравнивать тени BH Cosmetics и Too Faced, могу сказать, что, возможно, BH Cosmetics даже мне и больше некоторые тени нравятся, чем от Too Faced. Так что. Ну, они, конечно, по форме немножко разные, но тут сравнивать я их, наверное, не стала бы. А я что-то, что прям подарков не вижу. А, нет, вот они сейчас. Вот еще и покажу вам. Один я знаю, что это, а другой... А, подождите, они не положены девочками. Представляете? Короче, кто зарегистрирован в Sephora, тот знает, что. Вы при регистрации, там какая-то пунктовая система начинается, и при наборе определенных пунктов вы можете при заказе положить себе в подарок определенный продукт. Так вот, я положила, значит, там была тушь, мне кажется, от Benefit в подарок миниатюрка, и мне ее не положили. Представляете? Как обидно. Надо будет им написать. Надеюсь, что-нибудь они с этим сделают. Так, получила вот такой вот аромат от Chil Sander. Мюллер, мне кажется, я его тестировала, да, в магазине, в Мюллер, когда с вами были. Какой-то желтенький флакончик и тестировала. Everyone loves a sun moment называется. Вот. Ладно, обидненько. Один парфюмчик обязательно напишу, но я точно знаю, что у меня в корзине. Это тоже была. Я еще раз перепроверю, конечно, но надо будет написать. Вот такая вот упаковочка. Девочки, я просто не ожидала, что она маленькая. Вот моя рука. Посмотрите, длиной в мою руку. Почему-то я думала, что она вот, знаете, минимум, как Анастасия Беверлихиллс. Но это упаковочка. Вот сейчас не поленюсь и принесу вам от Catrice тени, и вы сами убедитесь, о чем я говорю. Ну вот, вот эту палетку, я думаю, все вы знаете от Catrice. Вот эти у них стандартные. Различные они есть. Вот принесла, которую у меня сейчас в косметичке. Вот, девочки. Вот. Смотрите, по ширине прям одинаковые, только по длине отличаются. Представляете? Это очень маленькая палетка, я даже не ожидала. Давайте распаковывать и смотреть на эту красоту, что уже внутри. Так, картонку я сразу же буду учитывать, поэтому особо не хочу ее прям жалеть, должен сказать, хотя она такая красивая, да? Это не имеет смысла нет. Банжи, выходи. Наверное, там Мишка мешает. Ой, 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 ой. Ой, какая красота у вас, смотрите. Прелесть. Боже, какой Мишка, она такой выпуклый оказывается, смотрите. Реально в жизни это просто миниатюрная палетка. Мне кажется, в поездке будет прям ее однозначно классно брать. Но поездки, такое слово, конечно, когда говорить, что вот палетка подходит для поездки, и сразу у меня в голове возникает, я не могу одну палетку взять в поездку. Мне нужно минимум 2-3 палетки, чтобы различные оттенки были. Ладно, это не важно. Давайте я вам уже покажу сами оттенки. Посмотрите, какая красота. На самом деле, я вначале подумала, что вот этот вот оттенок и вот этот, они как румяные идут. Зеркальное отражение все здесь отсвечивает. Ой, давайте поближе вам покажу оттенки, какие они красивые. Посмотрите, вот эти вот металлические. Вот на таком искусственном освещении прям вам хорошо видно. Мне очень нравится вот этот вот цвет, такой глубокий сливовый оттенок. Ох, красота. Ох, красота. Ну, конечно же, сводчи с вами сейчас сделаем. О, в принципе, зеркальце полностью открывается. Это хорошо. Давайте начнем с верхнего ряда. Ух, какой металлический, приятный. Ой, а этот вообще не набирается. Чего? А вот набрала. Что-то совсем. Так, первые 4 цвета. Ничего себе матовые. Они мягкие такие. А, красота. Так, поближе. О, о, о. Персиковый. И вот такой вот металлический. Так. А вот эти два цвета практически похожи. Может быть, в этом чуть-чуть еще более рыжинки как будто бы добавили. А так, по идее, почти разницы никакой, да? Так, интересуется этот розовый и вот этот сливовый. Давайте вот эти светлые не буду делать сочи. Или все-таки сделаем? Давайте сделаем, чтобы хотя бы увидеть, да? Вот, смотрите, какой он красивый сливовый. Боже. Какая красота. Нравится мне шиммер. Пока вот так вот посвочим. Вот такой вот оттенок очень любит делать. Мейкоп Революшин. Такой, знаете, из рыжего переходящий. Немножко в розовато. Красный. Вот такой вот оттенок. Видимо, и Ту Фейс тоже любит. Какой слабый. Ну, я знаю, что вот эти вот матовые тени у Ту Фейс очень круто спрессованы. Поэтому иногда они с пальцами не хотят хорошо работать. Надеюсь, на веки все-таки будет получше. Иногда рука у меня уходит с кадром. Извиняюсь. Так, сразу же стираю. Не камеру, а пальчики. Так. Следующие четыре. Что тут как-то прям еле-еле виден. Может, такой оттенок. Так. Уф. Еле-еле виден. Смотрите, какой пигмент. Это светлый. Классный оттенок. На внешнем, на складку века. Такой вот шиммерный. Они все-таки отличаются. Я думала, чем-то будет похоже на меня. Здесь больше красного. Видите, здесь розовинки больше. Более холодный оттенок верхний. Ну и последние два цвета. Вот такие вот. Наверное, обратили внимание, что цвета в более розовый такой. Я бы сказала, немножко винтажного есть в этой палетке, девочки. Если тут более теплая гамма, да, то здесь вот более винтажный. Если вот так вот прикрыт, допустим. Смотрите, какая красота. Да, это не скажу, что рыжеперсиковая какая-то палетка. Нет, не нейтральная тоже. А это вот что-то такое розовато. Как будто вот в сливовые ходят и мучатся. Из-за того, что здесь есть такой матовый сливовый оттенок. Пока, ну, хорошее впечатление. Единственное, у меня до сих пор в голове стоит, почему у меня тушь не положили. Надо будет связываться с сифорой. Не люблю такие, конечно, ситуации. Ну, ладно, что делать. Вот такая малютенькая палетка. Смотрите, вот катрис снова рядышком поставлю. Невероятно маленькая. Просто неожиданно. Еще раз поближе цвета. Вот они. Давайте аромат попробуем. Интересно, это тоже, которая цветочная у меня была. Давайте сюда на бумажку нанесу. Секунду. Ой. А это мужской, мне кажется, аромат, девочки. Написано же, мэн. А какой классный мужской аромат вообще. Ммм, ностальгия такая, прям меня куда-то это, в юность уносит. В мои 15-17 лет. Уф, какой классный запах. Все, девочки, на этом буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилась распаковка. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.